По данным статистики за 2020 год, более 10 миллионов человек стали миллионерами благодаря инвестициям. Финансовый гений Рей Далио в интервью Yahoo Finance высказался об этой ситуации таким образом. Люди перестали бояться, они увидели не призрачную возможность, а реальный инструмент для заработка денег. В интернете действительно гуляет слишком много мифов об инвестициях. По этой причине многие люди обходят такой вид дохода стороной. Поэтому сегодня я решил разрушить самые популярные из них. Хотите перестать бояться и наконец-то зарабатывать миллионы без усилий? Тогда досмотрите это видео до конца. Приветствую на канале Заметки Миллионера. Пополняйте ряды будущих миллионеров, просто нажав на кнопку подписаться. Инвестиции – это огромный риск. Подобные инвестиционные мифы возникают в первую очередь из-за приравнивания инвестирования и спекулирования, то есть покупки дешевых акций с целью их дальнейшего сбыта по более высокой цене на краткосрочной дистанции. В последнем случае опасность остаться в минусе действительно довольно велика. Низкая стоимость ценных бумаг определенной фирмы может быть вызвана рядом факторов, например, нестабильным положением предприятия, оказавшегося на грани банкротства. Если фирма сможет выплыть, спекулянт получит свой процент прибыли, однако разорение грозит потерей вложенных средств. Инвестирование же, предполагающее вложение в стабильные компании, никогда не сопровождается таким же высоким риском. Это подтверждают и слова Уоррена Баффета. Спекуляции требуют знаний, опыта, временных затрат и сопровождаются высоким риском. Инвестиции – это все-таки бег на длинную дистанцию, когда вы инвестируете на длительный срок в реальный бизнес в ожидании дивидендов. Buy and hold. Купил и держи. Доходность долгосрочного инвестирования ниже, чем спекуляции, но и риски ниже. Там, где спекулянт на короткой дистанции может потерять из-за колебаний рынка, инвестор на длинной дистанции все же выиграет за счет роста капитализации и выплаты дивидендов. Как вывод, можно подчеркнуть, что инвестиции – это не игра и не лотерея, а холодный расчет и анализ. Чтобы вкладывать, надо быть экспертом. Мир инвестиций после 20 века значительно развился. В нем встречаются различные сложные финансовые инструменты. Но можно начинать со сравнительно простых способов. Например, вкладывая деньги в акции местных предприятий или открыв индивидуальный инвестиционный счет. Правда, надо учесть некоторые нюансы. Если собираетесь вкладывать в фонды или в частный портфель, сначала следует понять, сколь большую сумму и на какое время думаете вложить. Вторая вещь, которую надо обдумать – насколько велико ваше желание рисковать. То есть, хотите ли вы создавать свое вложение в портфеле понемногу, постепенно, или же быть агрессивным вкладчиком? Еще один вопрос – не являются ли выделенные на вложение средства вашими единственными свободными деньгами. Ведь всегда стоит позаботиться о так называемой подушке безопасности в размере от 3 до 6 зарплат. Если решите приобрести акции, вам проще будет ориентироваться в своем инвестиционном портфеле и в колебаниях цен акций в том случае, если будете вкладывать в известные и интересные вам предприятия. Это позволит адекватно оценить происходящее на предприятиях и понять потенциал их развития. При выборе предприятий для своих инвестиций следует оценивать не только нынешние достижения, но и выдвинутые цели, место на рынке и перспективы роста. Рынок вложений с каждым годом становится доступнее для каждого. Это относится и к суммам вложений, ведь чтобы начать создавать свой инвестиционный портфель, сегодня достаточно нескольких тысяч рублей. Есть хорошо известная история, которая разоблачает представление о том, что вкладывать в акции стоит только в том случае, если доступен объемный стартовый капитал. Одним из самых знаменитых инвесторов всех времен Уоррен Баффет свое первое вложение сделал в возрасте 11 лет, купив лишь несколько акций. Позже, регулярно пополняя свой портфель в течение более 70 лет, он с этой малости сумел стать одним из богатейших инвесторов и самых щедрых филантропов в мире. Конечно, на пути к статусу миллиардера в случае Баффета были и другие факторы, но это не меняет мораль истории. Инвестировать может начать каждый, и даже с ничтожных сумм. Конечно, с вкладом в несколько тысяч рублей надеяться на существенный прирост капитала было бы наивно, поэтому, ознакомившись с миром инвестиций, рекомендуется свои вложения понемногу наращивать. Будущие миллионеры, обязательно поставьте лайк под этим видео, ведь так вы не только помогаете продвигать тему финансовой грамотности на YouTube, но и мотивируете меня радовать вас еще большим количеством полезной финансовой информации. За инвестициями надо следить круглосуточно Часто люди, рассуждая о возможностях вложений, высказывают мнение. Инвестиции в ценные бумаги означают, что за колебаниями рынка надо следить непрерывно. Подобная перспектива может оказаться весьма пугающей, если учесть наши повседневные дела и обязанности. Поменялись привычки вложений. Сегодня технология позволяет следить за важнейшими финансовыми новостями и принимать необходимые решения здесь сейчас. Поэтому полностью хватает нескольких часов в неделю, чтобы прочитать новости об интересующих вас предприятиях, оценить их важнейшие финансовые показатели и другую публичную доступную информацию, чтобы позже можно было объективно принять решение о приобретении акций конкретного предприятия или же о дальнейшем держании уже принадлежащих вам акций в своем портфеле. Напротив, в случае инвестирования в фонды нет необходимости непрерывно следить за показателями разных предприятий, но важно выбрать надежного управляющего фондами и пару раз в год знакомиться с показателями фонда, а также не забывать регулярно пополнять свой инвестиционный портфель. Я начну инвестировать и скоро стану богатым. Инвестиции – это долгосрочное мероприятие, которое создает стоимость для экономики и для вас лично, но оно точно не является возможностью получения быстрой прибыли. Следует понимать, что цена акций возрастает из-за роста самих предприятий. В свою очередь, рост предприятий зависит от различных фундаментальных факторов, в том числе развития экономики страны, что, как известно, процесс медленный. К тому же, вкладчиков много, а это значит, что и доход некоторым образом распределяется на многих. Это можно было бы назвать противоположностью казино – выгоду получает каждый, но она образуется понемногу и за более длительное время. Конечно, и в мире инвестиций бывают исключения, когда с помощью нескольких точных вложений, в правильном месте и в правильное время, люди становятся зажиточными. Но параллельно есть разные схемы, организаторы которых называют примеры большой прибыли, предлагают инвестировать в какое-нибудь многообещающее предприятие и надеются на доверчивых вкладчиков. Это часто приводит к потере вложений. Поэтому доверять следует знакомым и проявившим себя в течение долгого срока платформам, банкам, страховым компаниям, фондам и их управляющим с хорошей репутацией. Будущие миллионеры, пишите в комментариях, в какую компанию вы бы хотели инвестировать бы свои деньги. Самые интересные комменты обязательно окажутся в следующем видео. Если вы хотите стать миллионером, стоит принять тот факт, что огромные суммы денег просто так с неба на вас не свалятся. Инвестиции – это ваша реальная возможность стать богаче, без ярых усилий и трудовых будней. Ведь вы можете сделать это своим хобби и уже через пару лет пожинать денежные плоды. Главное – откинуть все страхи и просто начать действовать. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Возможно, именно сегодняшняя информация поможет им стать богаче. А также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы всегда первыми получать самые ценные советы из мира финансов. С вами были заметки миллионера. Ты можешь стать богаче. Субтитры сделал DimaTorzok